Голубое небо, бесконечная пустыня и наш автобус. Это всё, что мне нужно для счастья в игре под названием Long Drive. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Зовут меня Перпетом Иллижи Александр. И мы с вами продолжаем наше длительное приключение и наше длинное путешествие. Знаете, я так долго думал и всё-таки решил пока оставить нам автобус. Да, та машина мне нравилась внешне, как она выглядит, плюс электродвигатель, это же было что-то новенькое. Но всё-таки, если мы взялись за автобус, нужно довести его до ума, а уже потом браться за что-то новое. Поэтому мы завершим проект автобуса, построим второй этаж, куда-нибудь доедем. И потом, если какую-нибудь похожую... Тихо, тормози. Какую-нибудь похожую машину-то тормозит и... Он не тормозит. Жесть. Хотя я даже ручник нажал. И потом, если мы похожую машину найдём, мы обязательно её используем. Но сейчас, друзья, всё упирается в автобус. Он прям реально даже ручник не нажимался, а не заблокировались колёса. В прошлый раз почему-то они особо не блокировались. Короче, это было странно. Автобус весит такое ощущение, будто в этой игре 200 тонн. Это что? Ты куда бежишь? Ты хочешь проехаться на автобусе? Тормози. Котик, не беспокойся, я защищу тебя. Блин, это жуткое зрелище. Ладно, я выйду с тобой по разам. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Ты испугал кота. И меня. Котаной по шее. Вот такие вот, друзья, дела. И если вам, друзья, понравится этот видос, или вы хотели бы видеть больше роликов по лонгдрайву, вы можете поддержать меня с помощью лайков. И давайте договоримся так. Если ролик соберёт быстро 5000 лайков, ну а вдруг получится, то следующий ролик выйдет прямо супер максимально быстро. Ну, в общем, вот так, да. Ладно, давайте откроем снова этот гараж. И я уже вижу вещи, которые могут нам пригодиться. Ну, например, вот эти палеты. Так, иди отсюда. Иди отсюда. Из них можно будет сделать стеночку на втором этаже. Но сперва, наверное, я... Я, да, я сперва положу доски, а после этого уже можно будет найти применение палетам. Просто палеты имеют такое свойство, липкое. Всё, что на них оказывается, безусловно, липнет к ним. То есть они как будто нам... Вот даже... Не, друг к другу не липнут. Такое ощущение, будто бы они намазаны чем-то очень-очень-очень суперкрепким. Например, суперклеем. Видите, да, что происходит? Это же просто безумие. Слушайте, а что если нам с вами сделать... Ага, не просто второй этаж, как мы задумывали изначально. А расширены второй этаж, чтобы там было больше места. Ну, как бы мы можем сбоку вот так наверху положить палеты с этой стороны и с этой. И будет большая такая площадка. Да, конечно, таких автобусов не бывало. Обычно по ширине они сверху такие же, как и снизу. Но, как бы, такой вариант возможен. Может быть потом. Не сейчас. Может быть потом мы так и поступим с вами. Это прикольно. Это от грузовика дверца. Она мне нужна. Кровать бы я забрал и жил бы на втором этаже. Ай-яй-яй-яй-яй. Проблема в том, что тут кровать будет достать дико сложно. Опа, новый двигатель. И хочу, чтобы в игру добавили возможность ставить несколько двигателей. И что... О, опять электродвигатель. И чтобы они плюсовались. Один к одному. Ну, мощь суммировалась. Конечно, это так не работает в жизни. Но, как бы, почему бы и нет. Это было бы прикольно в игре. Так, обычно там же идет по формуле расчет. То есть, если у тебя стоит один двигатель и... Потом два двигателя. То мощь будет не в два раза выше. А, допустим, там в 1,3. В 1,5. Ну, есть наверняка какие-то формулы. Ладно, давайте тогда уберем палеты. Они нам тут не понадобятся. Две доски, в принципе, будет достаточно. Да, я долго эти палеты сюда устанавливал. Потребовалось прям потратить силы, нервы. Но... Иногда приходится перестраивать то, что ты уже сильно полюбил. То, что ты уже делал. А иначе прогресса никакого и не будет. Осталось только затащить эту громадину наверх. И дико сложно будет ее установить ровно. У меня с этим всегда большие проблемы. Во-первых, нужно ее выровнять. Слушай, вроде получится и сразу... Ага, она уже покривилась. Нет, ну типа я могу сделать так. А что она не крепится? Вот так. Дико криво. Вот так. Ну, по-моему, кривовато. Но в целом, в целом... В целом почти ровно. Да, немного криво, но в целом ровно. Можно, наверное, даже не менять. Потому что ровнее я не поставлю. Можно... А, она съехала. Класс. Зачем я вообще трогал? Если что-то работает и нормально стоит, не надо это трогать. Вот какое правило я понял. Вот так. Много места остается. Давайте-ка еще немного. Вот. Вот так. Ну, в целом, нормально. Кровать здесь поместится. Я смогу даже ходить. О, смотрите, она раскачивается. Ой. Подожди, тихо. Тихо, тихо, тихо. Переворачивать автобус я точно не горю желанием. Вот такой цели у меня точно нет. Так, давайте. А зачем я дверь с собой вожу? А, я же окно хотел делать. Я и забыл уже. Так, давай. Вожу зачем-то в дверь. Давай, давай, давай. Так. Ну, то есть мы сможем перевернуть буквально автобус при желании. Не знаю, зачем это может нам понадобиться, но такая возможность есть. А если... Что это было? А если такая возможность есть, это уже интересно и круто. Ну, очень криво, конечно. Очень криво. Но это такой черновой вариант пока. Надо левее немного сместить. Немножко вот так. Вот так. И, по-моему, что-то в этом духе. Даже вот так. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Останься. Че ж ты не ставишься-то, зараза? Где кнопка поставить? С ума сойти. Она идеально ровно стояла, и кнопка говорит, я не появлюсь. А-а, не в этой жизни. Ну, нормально, нормально, нормально. Итак, заготовка для второго этажа у нас готова. Теперь нам нужно сделать какое-то что-то вот такое. Спереди просто ставить палет можно, но я хочу чего-то более симпатичного. И, наверное, наверное, для этого можно будет использовать вот это как часть композиции. А потом тут, наверное, больше ничего и нет. Что могло бы нам пригодиться. Просто я хотел бы окошко такое сделать. Чтобы можно было сверху. Кстати, могу ли я? О, смотрите. Ха-ха-ха. Вот тут было бы окошко, и смотрелось бы оно прям классно, мне кажется. А что если два палета поставить, это уже будет неплохо. Тю-тю-тю-тю-тю-тю, я на... Что произошло? Я думал, я на крыше. Оп. Тихо. Не перелетай. Хм. Одного палета было бы достаточно. Оно было бы идеально красиво и ровно, но... Он недостаточно широкий в этом проблема. он недостаточно широкие поэтому придется делать что-то такое вот так и 2 полет ставить с обратной стороны ну будет небольшая такая загогулина сбоку давай залазь залазь о папа 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 наверху будет небольшая загогулина сбоку я не думаю что эта проблема тоже вот так выровнять люблю палеты они почти всегда становятся сами по себе ровно это прям большая удача для этой игры вот так криво криво никто же не спорит что не криво так а где наша погоди вот она вот она наша кошка друзья вот она кошка через которое мы будем выглядывать и видеть наш мир давайте его повернем по форме мне но очень нравится теперь вы его выровнять вот так если по новой снизу держал было бы классно поддержит он его слушай а если коллизию и вот так ну куда мы поехали так коллизию отрубаем и окошко что с тобой ну вот удалось поставить окошко в общем то нормально можно даже немного его вот так коллизию врубим а ну просто идеально вот прямо то что я хотел уже выглядит красиво главное чтобы не вызывал баги второй этаж и вот эту часть его поставить поровнее кривовато смотрится не очень красиво правда ну вот теперь поприкольнее теперь поприятнее друзья но мне нравится лучше сделать все равно бы не получилось полет залез прямо под автобус я не знаю каким образом и теперь нам нужно и там тоже что-то смастерить ну а потом туда нужно будет затащить и кровать и вот это будет настоящее испытание получится ли вообще эту кровать прицепить во-первых не говоря уже о том чтобы ее затащить туда ну прицепить в смысле к крыше будет ли она ровно стоять это будет проблемно так еще большая проблема сделать чем она дергается чем я машина шатается это что порывы ветра что ли или что у нифига себе с первого раза ровно видите на а это наверное я бьюсь о краям ну и так как наступает уже ночь я решил все-таки дерзнуть и затащить попытаться кровать на второй этаж уж не знаю получится ли но если получится я наконец-то посплю в кровати друзья в этой игре я в кровати не спал уже наверное года полтора и это я не преувеличиваю это действительно так я забыл когда последний раз лежал на кровати помните у нас был грузовик вот на грузовике я спал да там у нас заднем отсеке была кровать тут же ну блин как раз место чтобы пройтись по расчетам все четко все идеально ну вот красота и и прицепить бы еще только а ну вот идеально спать хочу мне как спать все спать друзья я сплю сидя но это тоже вариант и такое ощущение будто автобус немного задран нет подожди как стать я хочу лечь на кровать зачем мне сидеть на ней нет автобус не задран с автобусом все хорошо он стоит ровно но практически идеально использовал друзья все палеты и вот чего у нас получается но вот такой второй этаж скоро он будет завершён не так долго осталось возможно я избавлюсь от нашего отбойника который стоит спереди автобуса тут у нас есть кровать и разумеется нам бы еще поставить холодильник и унитаз и было бы просто велико по и и было бы просто великолепно идеальная жилплощадь только не спрашивайте у меня куда будут отправляться все отходы жизнедеятельности не спрашивайте я не знаю он тут больше как такая декорация такие вот дела друзья вот так вот его поставим мы встал с утра сел на него подумал о жизни и вроде бы неплохо уже так холодильника случайно нет ли там холодильник да он конечно старый и скорее всего я захочу привести его в порядок но давайте заберем его с собой нужно будет его почистить потому что если машине как по мне такой внешний вид идет апокалипсис все таки вот холодильнику совсем нет он выглядит ну так себе не хочется хранить в таком месте продукты вообще не хочется главное затащить его а вдруг я его затащу наверх открываю а там кролик или зомбарь сидит вот это был бы шок о затащил смотри-ка быстро достаточно только не знаю куда его поставлю тоже сбоку эргономично у нас просто места довольно мало но так пускай стоит здравствуйте что у нас тут ну как минимум можно будет хранить здесь всякие вещи дринк подожди мне нужно дринк сделать как и от во первых я открыть нужно сперва давай-ка я поставим ровно но как и открыть ой ну вот но мусорил хотел открыть бутылку а не смог не хватило мне таланта для открытия бутылки друзья такие вот дела закрывайся закрывайся все хорошо по моему тут все что можно было взять мы наверное друзья с вами взяли уже и использовали во имя благого дела разве что погодите хотел чувака приклеить к отбойнику чтобы другие зомби боялись и обходили нас стороной но нет он не цепляется кота меня смотрит смотрите этот взгляд типа саня ты вообще что ли поехавший что ты делаешь код я же делаю чтобы других запугать чтоб нас с тобой не трогали ладно видать не получится ну и на самом деле больше тут нечего взять все что хотелось бы взять я взял сохранился и можно отправляться в добрый путь нам предстоит еще многое сделать во первых закрыть двери сесть сюда погладить кота код телевизор включать пока не будем вот эту перегородку я бы убрал она мне честно говоря не нравится ну помчались код меня вот что интересует ой прости что проехал по тебе меня вот что интересует как будет теперь автобус наш управляться и повлияет ли это на его скорость все эти прибамбасы все эти навороты которые мы установили с горочки по идее мы должны неплохо разогнаться но получается знаете как английские автобусы двухэтажные вот один в один прям как будто в лондоне друзья мы как будто в лондоне с вами так хорошо ухты а управляемость то по-моему немного понизилась ой мы выехали наконец такие зеленых земель на другие зеленые земли но не такие зеленые не такие земли холодильник вон нужно будет конечно крышу тоже соорудить что-то такое придумать потому что дождик будет капать в принципе вот высоты стенок наверное достаточно один палет плюс доска и как раз и в наш рост примерно и выходит ну по ощущениям мне кажется так от первого лица нормально вот нормально едем едем скорость выше 140 но это с горочки под 150 выходит управляемость в целом хорошая автобус не переворачивается главное держу руль постоянно и все будет окей код и не отвлекайся от дороги еду и похоже у нас закончился бензин друзья машина заглохла и не заводится вероятно бензин и правда закончился давайте попробуем доехать вон до того места вдруг там будет и топлива и если нет то топливо есть у нас в канистрах оно ведь есть вы ведь брали с собой кучу топлива ух не знаю кот доедем ли мы накатом до той точки там наверняка есть бензин но тут горочка как бы да не супер быстро но доехать должны не наверное все таки не докатимся тут уже плата моноплата выехали скорость теряем слишком быстро код ладно котяра давай смотреть в чем у нас проблема может быть и в радиаторе жидкость закончилась не знаю давай код я короче выхожу подожди я выхожу код я вышел код я вышел давайте посмотрим что у нас в бензобаке вспомнить бы где еще бензобак что я не помню вроде с обратной стороны это не он до топлива друзья у нас закончилась топлива вот только я не помню мы ехали на бензине или на дизеле по моему на бензине все-таки поэтому давайте зальем бензин я сохранился на всякий случай так как если окажется что дизель то печально будет слить топлива не выйдет я шланг оставил где-то в другом месте давай 280 литров бак не слабо но зато из бочки заливается топлива прям очень быстро да тут большое соотношение масла но ничего страшного поедет не так быстро как хотелось бы но поедет так давай сюда прикрепим ну не подведи меня закрывайся не подведи меня автобус заведись пожалуйста к там же тоже нужно ехать готов ждут где-то завелось да у нас идет какой-то не очень хороший дым из выхлопной трубы видимо из-за того что сгорает масло мощности явно не хватает до машинка пытается ехать но смесь слишком неудачная но хоть как-то мы едем код она разгоняется до 30 начинает глохнуть но дотянем дотянем код дотянем не переживай код я сам переживаю дотянем но зато выглядит красиво не правда ли красивый дым из выхлопной трубы валит автобус красивая бесспорно ну кое-как почти до ковылял да это было дольше чем предполагалось изначально если там вдруг не окажется бензина это будет плохо хотя есть подозрение что вообще-то надо было бы наверное дизель залить а не бензин я там сохранился на всякий случай поэтому если что поменяю топлива и может быть это поможет не факт о там меня уже ждут на втором этаже но выходить к этому чуваку я пожалуй не буду мы с котом поспим потом уже поднимемся подеремся с ним заглушить автою двигатель не мешало бы а то опять все топливо израсходуется за ночь это будет плохо двигатель глушись так ну что котяра пожелай мне удачи я выхожу хоть бы там был бензина чувак выходи давай тоже я я залезу к тебе слушай я залезу к тебе ты думаешь я не залезу сюда да как ты думал зачем проход кроватью закрыли так если еще тут кто-то нет как-то не вовремя автосейв друзья проблема то в том что здесь нет топлива да уж здесь нет топлива и поблизости я тоже его нигде не вижу это катастрофа и как быть там вдали есть дом конечно можно было бы поехать туда но это очень долго решил вернуться к прошлому сохранению и попробовать все же залить дизеля посмотрим 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 друзья заведется ли вообще машина может я правда ошибся с топливом по моему бензин все-таки был да был бензин друзья на дизель она вообще ехать не хочет значит я не ошибся значит я ошибся в расчетах я думал то топлива у нас дофига а его оказывается нет вообще тут точно нет нигде бензина дизели везде кругом один только лишь дизель хорошо вернулся к более позднему сохранению и сейчас мы поедем в другое место на поиски топлива надеюсь повезет вон туда кролик переворачивает автобус только здесь и только сегодня хватит это делать как же больно он кусается он буквально перевернул автобус практически страшное дело закрываемся и уезжаем на такие случаи вообще не мешало бы с собой возить другой двигатель дизельны чтобы можно было его быстренько перекинуть и поехать но что есть через под боли слезы кстати птицы летают ничего себе а это летучие мыши дурной знак так вот через боль пот и слезы все-таки доехал я до этого здания потребовалось много времени и пока она меня не радует почему здесь так много летучих мышей будто бы мы прилетели приплыли приехали в особняк там обычно они летают а тут то их быть не должно а их прямо много 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 посмотрите друзья это все летучие мыши не уж то здесь нет бензина тут есть печка и я бы наверное даже остался тут жить но где бензин дайте мне бензин нет конечно есть вариант решения проблемы довольно жесткие поменять двигатель вот на этот на нем конечно машина никуда не поедет но мало ли как вдруг все же повезет давайте попробуем он как раз таки любит топливно-масляную смесь в отличие от этого гиганта вот у него с этим проблемы я думаю быстро топливо заканчивается из-за турбины потому что я помню топлива было много как его сюда вообще поставить двигатель друзья мопедные но как думаете заведется машина давайте пробовать давайте код пожелай мне удачи не она даже не заводится но другого ей не ожидал она даже не заводится да уж ситуация друзья по этого я летучие мыши даже падают смотрите а топлива нет все равно может что-то под полом лежит здесь вот тут под досками какой-нибудь секрет нет не нету ладно друзья на этом мы с вами пожалуй пока остановимся столкнулись с трудностями которые нужно решать и преодолевать надеюсь видос вам понравился большое спасибо за внимание за просмотр до новых встреч удачи пока и счастья вам берегите себя пока друзья